здравствуйте привет youtube здравствуйте мои дорогие зрители гости канала если вам вдруг попалось мое видео в ленте случайно и вы его открыли то я вас поздравляю вам здесь явно очень понравится чтобы не голословить я вам предлагаю посмотреть один из четырех вариантов которые у нас сегодня на следующую тему желает ли вам кто-то зла и если вдруг в вашей жизни присутствует такой человек то почему он это желает что там произошло между вами где вы ему возможно при перебежали дорогу или да просто знаете бывает у людей зависть которую никаким образом не объяснить в общем такая пикантная тема абсолютно для всех для девочек для мальчиков да потому что ну лично я не знаю ни одного человека у которого в жизни было бы все гладко четко бесконфликтно да да и ну собственно мы неврозного неврозовом мире живем мир довольно таки особенно сегодня жесток 21 век это конечно вообще нечто и собственно я предлагаю вам расклад на такую вот тему да она не очень приятная потому что могут вылезти всякие не лицеприятные люди и могут мне карты показать абсолютно неприятные какие-то стороны вашей жизни социум ваш в общем буду работать на темных колодах сегодня поэтому это черный гримуар и таро девиантной луны колоды на самом деле почему я выбрала такие потому что они очень хорошо работают с темной стороной человека показывают всякие наши плохие стороны выводят все на чистую правду на самом деле копают очень глубоко они энергозатратные конечно подсасывают энергию эти колоды но я буду стараться делать этот расклад максимально многие замужние меня смотрят максимально глубоко насколько моя энергия до позволит это сделать вот если вам это действительно тема интересная и вы смотрите этот расклад не просто об этом развлечься что я бы вам не советовала делать потому что опять же говорю что колоды энергозатратная и не только для меня но и тоже для зрителя поэтому лучше вы просто из общего интереса залезть и там на другие видео посмотрите ради прикола там второго расклада этот расклад очень серьезный и я советую его смотреть только тем кто действительно интересуется если в его жизни какие-то люди которые желают зла ну там недоброжелатели да итак четыре варианта и и сейчас на каждый из четырех вариантов я выложу вам по одной карте которая будет мне рассказывать о вас до вашей личности простонародье это называется у тарологов карта сигнификатор вот на двойку мне уже она выпала карта сигнификатор вас вашей личности это опять же делается для того чтобы вы поняли свой вариант вы выбрали или же не свой вариант номер один вариант номер три ваша карта сигнификатор и вариант номер четыре ваша карта смотрите ваша карта так у вас есть одна минута для того чтобы расслабиться почувствовать какая же карта ваша возможно кто-то помедитирует в течение одной минуты но я уверена что музыка вселенной вам поможет для того чтобы определиться 432 герца наслаждайтесь и делайте свой выбор а а Субтитры создавал DimaTorzok А я буду начинать с варианта под номером 1. Здравствуйте, мои прекрасные! Ну, давайте посмотрим для начала, каким человеком вас видит в социуме, да? Какая вы, какой вы в глазах... Ну, тут однозначно семейный человек у меня. Какая вы в глазах или какой вы в глазах людей, в глазах социума? Что вы из себя представляете? Что вообще люди окружающие про вас думают? Ваши близкие, в принципе, ваш социум? Слушайте, очень много вы в жизни переживали. Ой, трудности было у вас. Ой, хапнули. Потери, потери. Да, однозначный человек здесь замужем или женат. Так, ну что? Какой вас видит в социуме? Давайте будем знакомиться. Итак, кто здесь передо мной? Ну, скажу сразу, что вы тот еще стратег. Тот еще стратег. Человек, который, знаете, добивается своих целей абсолютно при помощи любых средств. А если у вас этих средств нету, то вы, скорее всего, их достанете где вам угодно. Ну, я таких людей называю, которые, ну, в хорошем смысле, не обижайтесь, которые залезут, значит, без мыла в пятую точку. Ну, цензура Ютуба мне позволяет только таким образом выражаться. Ну, это хорошее качество, которое называется, знаете, такая... Пробивайте себе, в общем, дорогу любыми путями. Это когда вот я хочу, я делаю, я сделаю. Понимаете? И нету вообще целей, которые были бы мне там не по силе. Однозначно, вы используете свою темную сторону характера для достижения чего бы то ни было. Дальше. Можете быть каким-то образом... Однозначно, вы где-то в городе находитесь, да, и вы очень такой социозависимый человек. Обладаете большим объёмом информации, такой острый на ум, острый на язычок. Интересный тип личности на самом деле. Очень такой сильный противник для людей, понимаете? Рыцарь мечей. Во-первых, очень быстрый, очень активный человек. Для вас... Знаете, есть люди, которые терпеть не могут конфликтных ситуаций, которые вот лучше так, чем по-другому, да, если там за что-то нужно побороться, они там, пас. А вы нет. Вы прям за своё в горло вцепитесь абсолютно всем. И причём неважно, это там близкий ваш человек или абсолютно незнакомый. Ну, такое, повоевать за своё, своего добиться, для вас это вообще нарасплюнуть. Ну, и, возможно, сейчас, в данный период вашей жизни вы находитесь в какой-то конфликтной ситуации, да? Почему нет? Я вполне могу это утверждать. Давайте посмотрим, что социум думает про вас. Ну, это, знаете, когда очень больненько. Возможно, сейчас вы переживаете какую-то там личную драму. В принципе, опять же, человек, который очень-очень много пережил в своей жизни. Если ему что-то доставалось, да, какие-то цели осуществлялись, вы к ним приходили, то это было очень больно. И, опять же, в вас есть две грани. В вас есть тёмная и светлая сторона. И сейчас, в данный период, ну, точно могу сказать, что для социума вы, во-первых, человек, который может сделать больно, опять же, острый на язык. Вы иногда можете говорить те слова, которые, знаете, сказаны на эмоциях. Возможно, вы так не думаете, но вот чтобы уколоть, вы можете сказать, да, ну, то есть ранить можете очень сильно. И, опять же, вы можете сейчас находиться тоже в таком состоянии, когда, ну, больно вашему сердцу. Кто-то вас расстроил, да, с чем это связано? Ну, да, это я называю победить и взять своё во что бы то ни стало. Ещё у кого-то могут быть какие-то проблемы, ну, вот именно с детьми. Почему я так говорю? Это может быть момент, когда не получается забеременеть или там с ребёнком можете редко видеться. Ну, однозначно, если говорить про то, какая вы, какой вы в глазах людей, то человек, который пойдёт по головам, чтобы добиться своего, потому что вы привыкли везде и во всём выигрывать и забирать своё с полочки. Ну, и пирожок вам этот, конечно же, никто не притянет, только если вы сами его возьмёте. Чтобы его взять, порой надо там напрячься, взять на цыпочки и залезть на самую-самую верхнюю полку. Что ещё про вас думают? Вы однозначно руководитель. Можете руководить людьми вполне себе и эмоциями людей можете руководить. Можете также, знаете, иметь всё под контролем. Здесь луна очень интересная в этой колоде. Вы можете манипулировать людьми, вы можете, если вам нужно, обманывать, если нужно говорить правду, ну, жёстко. Ну, то есть любите, чтобы люди делали так, как вы хотите, так, как вам надо. Да, опять же, что тут ещё? Послушайте, я не могу сказать, что вы прям в эмоциональной сфере закрыты. Нет, для вас тоже важно, чтобы вас любили, чтобы о вас там заботились и так далее. Но здесь очень интересный момент, что вот для вас находиться в отношениях, искренне любить просто потому, что человек вот такой, какой есть, это нет. Вот любить надо за что-то. И опять же, я могу сказать, что вы влияете на чувства людей по отношению к вам. Однозначно влияете. Ну, и также вы можете быть эмоционально зависимы от какого-то человека в вашей жизни, да. Ну, и опять же, знаете, карта конкуренции, вы всегда как будто должны всегда всем доказать, почему вы достойны, почему вы лучше. Это отстаивание своей позиции, это когда нужно за своё побороться. Опять же, ну вот нелегко, понимаете, нелегко. Но вам это каким-то образом удаётся. Ну, если, знаете, брать вас в качестве соперника, то вы очень достойный соперник, очень достойный. И ещё здесь такой момент. Научитесь контролировать свои эмоции, потому что иногда вам это вот не под силом. Понимаете, о чём я говорю? Ну вот, контролирование своих эмоций, это на самом деле очень важно вообще, не в социуме, потому что, опять же, вы иногда рубитесь горяча. Вот такой момент, девочки, мальчики. Ну что, есть ли в вашей жизни недоброжелатели, есть ли в вашей жизни кто-то, кто желает вам зла? Если есть, я потом у другой колоды спрошу, почему, в чём причина? Есть ли недоброжелатели? Ну, тут мне уже всё понятно. Однозначно есть, однозначно есть. И, скорее всего, это женщина. Женщина, которая... Которая играет с огнём, на самом деле. Сейчас я посмотрю, почему. Почему она вам желает зла? Ну, это женщина, которая вас хочет вот раздавить просто. Почему? Которая хочет сделать вам больно. Причём очень больно. Кстати, возможно, вы это ощущали в своей жизни. Возможно, уже были какие-то нападки с её стороны. И вы уже каким-то образом пытались избежать то ли общения с ней, то ли, в принципе, присутствия её в своей жизни. Почему она вам желает зла? Почему? Ну, вот она. Вот она, прекрасная женщина. Кстати, сильная, очень сильная женщина. У неё даже есть защита. Я имею в виду, ну, там, в магическом плане у неё есть защита. Она себя, там, или оберег на себя поставила. Ну, какая-то есть у неё защита, причём не пробивная. Почему? Да потому что, во-первых, такое ощущение, что вы у неё какую-то ценность отобрали. Какую ценность? Вы её оставили в одиночестве? А она потеряла дорогое ей. Она что-то потеряла. Что она потеряла? Чего это может касаться? Это опять одиночество. Такое ощущение, что вы сделали всё для того, чтобы она была одна. То ли это касается, там, мужчины. Вы могли разрушить её брак. Вы могли каким-то образом настроить, да, мужчину против неё. Тут что-то связано именно с одиночеством. Из-за вас, как она считает, она находится в одиночестве. И она вам желает... Знаете, вот такой момент, когда... Вот больно не на физическом уровне, а вот на уровне анахаты, когда разрывается сердце на части. Раздавить вас хочет. Потому что вы у неё забрали. Получится у неё это сделать? Нет, я думаю, нет. Но здесь такой совет. Аккуратно вам нужно быть тем, что вы... Ну, в общем, девочки, пейте только то, что вы знаете, что находится внутри. Если это связано каким-то образом с мужчиной, то я могу сказать, что она какое-то время пострадает. Пострадает, а потом она отпустит ситуацию. Она пока, конечно же, зависла в своих вот этих вот негативных эмоциях по отношению к вам. Она очень зла на вас, конечно же. Она хочет, чтобы вы всё тоже потеряли. Но если этот мужчина ушёл от неё и теперь с вами, то он с вами счастлив. Поставит ли она какую-то... Точнее, сделает ли она какую-то там пакость по отношению к вам? Вы знаете, нет. Потому что я здесь вижу это всё же на уровне только эмоций её. Это на уровне вот ментальном. И на уровне просто глубокого отчаяния. И, ну, вот, понимаете, я не вижу, что она сможет что-то сделать. Она бы хотела, но тут магии нету, однозначно. Нет. Но не любит вас, да. Поэтому отвечаю на вопрос, есть ли враги и почему они вам желают зла. Ну, вот, потому что... Потому что из-за вас женщина осталась в одиночестве. Возможно, вы у неё там любовь всей её жизни там отобрали. Или там, как ей кажется, да, это вы, а на самом деле... Ну, как можно отобрать, если мужчина не хочет, да? Поэтому здесь тут уже можно... Нужно другие смотреть моменты. Так что всё, мои прекрасные. Первый вариант. У меня для вас вот такая информация. Буду ждать от вас обратной связи. А мы переходим к варианту под номером два. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите мне, пожалуйста, про себя. Хочу посмотреть, какой, каким человеком вас видит общество, вас видит социум. какая вы в глазах социума? Не трогайте меня, отстаньте. Ребёнок, возможно, у вас есть. Итак, в глазах социума. В глазах социума. Какой вы человек? Что про вас думают? Какой вас видят? Давайте, рассказывайте. Итак, передо мной здесь сама королева мечей. Так, дама, которая на самом деле может оплакивать кого-то или что-то. Возможно, кому-то боль причинила, возможно, потеряла кого-то. Здесь, в принципе, по жизни очень много потерь и очень много переживаний. А вдовы, вполне возможно, меня сейчас тоже смотрят. И, вы знаете, эта женщина, конечно же, с невероятным багажом жизненного, именно жизненного опыта, который может сейчас влиять на её жизнь. Уже многое повидала на своём веку. Многое теряла, многое отпускала. И могла также многим, ну, причинять... Ну, не многим, но кому-то точно могла причинять боль. Могла делать больно. Ну, в принципе, да, вы там за словом в карман не лезете, если что. Дама довольно-таки резкая. Ну, опять же, я вижу, вы тут что-то... кого-то можете оплакивать. Кого можете оплакивать, расскажите. Так, тут ещё... Ну, вот, ребёнка мне показывают, возможно, какие-то проблемы в этой сфере. Кого можете оплакивать? Слушайте, ну, это момент очень тяжёлый. Можете чувствовать какую-то свою неполноценность. Ну, и сердечко, конечно же, очень-очень переживает. Зона нахаты просто, её нужно сильно прорабатывать, потому что там огромные блоки и проблемы. Разбитые чувства, да, там, разбитые ожидания. И очень больно, очень больно. Какое вас видит общество? Вы можете быть... находиться под влиянием сейчас своих чувств, своих переживаний, и это сейчас влияет однозначно на вашу жизнь. Посмотрите, у вас одни мечи, одни мечи. Второй вариант. Всё про всех знаете, абсолютно уверенно, в принципе, идёте по этой жизни, но здесь такой момент, ещё любопытная Варвара, знаете, когда во что бы то ни стало, если вам нужно там докопаться до истины, вы до неё докопаетесь обязательно. Можете там следить за кем-то, можете собирать там досье на кого-то. Ну, огромный-огромный объём информации, знания. Да, могли вполне себе терять кого-то из своей жизни. в принципе, у вас этап жизни, когда всё по-другому, как будто, знаете, случилось то, что называется расплата за там, содеянное, или в хорошем плане, или в плохом. Но как будто бы вам всегда воздаётся по заслугам, в принципе, как и всем людям. Вот. И опять же, тут, если говорить именно про вас, как про личность, вы будете со всеми... Ну, это называется с волками по волчьи. Вот. Если вы чувствуете, что к вам относятся как-то несправедливо, вы будете точно так же относиться к людям. Тут помилован абсолютно никто не будет. И если вам перешли дорогу, то просить там прощения за что-то, это абсолютно пустая трата времени, потому что не докричаться. И опять же, я вижу здесь проблемы какие-то с ребёнком. То ли не получилось забеременеть, то ли выкидыш, то ли теряли ребёнка. Ну, тут что-то связано ещё, к сожалению, с детьми. Что здесь ещё? Я просто... Если и здесь будут мячи, то это просто магия магическая. Ну, нет, здесь кубки. Ну, тоже. Король мечей. Пятёрка кубков. Вы можете заниматься норовоучением, опять же, опираясь на свой жизненный опыт. Я же знаю лучшую, я же повидала, я же мир объездила, я же знаю, как вообще надо. Знаете, эта карта, которая называется «А я же говорила». Да? Ну вот. Видите, она там стоит над этим бедным человечеком, дурит ему голову и норовоучает, норовоучениями занимается. Ну, это там как момент Мальвина и Буратино, да? Наставничество, норовоучение. Пытаетесь многим навязывать своё мнение, опираясь на свой жизненный опыт и на своё мировоззрение, то, как вы это видите. Вот. есть ли у вас жизни кто-то, кто желает вам зла? есть ли кто-то, кто желает вам зла? так, я сейчас немножко раскрою эту верховную жрицу, потому что у меня к ней вопрос. сразу могу сказать, что первым делом вы сейчас себе вредитель, потому что вы находитесь в разбитых чувствах. У вас вы опять же как будто то ли вы похоронили кого-то, ну вот, понимаете, опять же, вдовы здесь могут быть, верховная жрица здесь про что? или это женщина, которая обладает какими-то магическими способностями, или же это абсолютно не связано с кем-то, кто желает вам зла? Про что это верховная жрица? про что? оператор. Слушайте, я не вижу, что здесь вам кто-то желает зла, единственное, что я здесь вижу, то, что как будто бы вы потеряли интерес к жизни, вкус жизни, вы находите сейчас абсолютно в каком-то на пассивном этапе своей жизни, когда ничего не хочется, когда чувства ранены, когда сердце переживает, когда вполне возможно из-за мужчины какого-то. Это гордое одиночество, в котором вы никого к себе не подпускаете. И возможно чувствуете какую-то свою неполноценность, несостоятельность в чем-то. Поэтому второй вариант. Я точно не могу вам сказать, что кто-то вам очень сильно желает зла. Единственное, что я хочу для вас спросить, это каким образом вам выбраться из этого состояния. Вполне могу его назвать даже депрессивным. Как вам выбраться оттуда? так, ну, в первую очередь обязательно нужно сделать обнуление. Каким образом? Нужно съездить куда-то, развеяться однозначно, не сидеть замкнуто дома, переживать. Обязательно нужно ехать куда-то, с кем-то общаться. Здесь должно быть общение, и здесь должно быть какой-то опыт абсолютно новый. Возможно, это новая страна, возможно, это, не знаю, еда, которую вы никогда раньше не пробовали, что-то новое. Ну, скорее всего, это все же общение с людьми и поездки. Будьте аккуратны, единственное, в общении с людьми не давайте, ну, во-первых, не показывайте людям там свою уязвимость, да, и будьте аккуратны, не открывайтесь абсолютно всем на своем вот этом жизненном этапе, потому что, ну, здесь есть долька уязвимости. И еще, будьте, пожалуйста, щедры при общении с людьми. Почему я так говорю? Вы немножко замкнуты сейчас, и можете, ну, там, полностью не открываться. Я вас не прошу быть на распашку, нет, но и тоже не давайте, точнее, не нужно давать чувства там людям, которые вам импонируют, которые с вами, к вам тянутся, пытаются с вами общаться, не нужно давать эти чувства дозированно, давайте чуть больше, потому что вы чуть-чуть вот скупитесь на, именно, на, вот, ваши чувства по отношению к людям, когда вы с ними общаетесь, замкнуто, вот, не нужно, не нужно. И немножко, вот, я бы еще посоветовала, тут еще можно к психологу обратиться, потому что могут быть какие-то проблемы с головой, я имею в виду, ну, вот, на фоне вот этих вот переживаний всех, могут быть, нужно проработать, в общем, ментальную вот эту вот вашу область, нужно выговориться, высказаться и идти в свет, общаться, ездить, смотреть, и уже хватит, в общем, сидеть дома и находиться в переживательном таком состоянии, вот такой вот у меня здесь для вас совет, кто выбрал второй вариант. На этом у меня для вас все, я вас благодарю за внимание, надеюсь, у вас в скором все будет хорошо, мои прекрасные. Мы переходим к раскладу под номером три. Здравствуйте, кто выбрал третий вариант, приветствую вас. Сейчас я немножко тут обнулюсь, настроюсь на вас. каким человеком вас видит социум? Какая вы для них? Так, ну, однозначно могу сказать, что на людей влияете, то есть влияние точно имеете на людей, на чувства их можете влиять, на... можете делать так, чтобы люди шли у вас на поводу, шли у вас на тему. А еще пытайтесь держать все под контролем. каким человеком вас ведет люди. передо мной здесь человек, который любит рубить с горяча, даже не подумав. И, кстати, очень скоро к вам могут прийти какие-то новости. Вообще, в вашей жизни очень много информации. Возможно, вы каким-то образом работаете, да, там, через интернет или с людьми, очень много общения. Но, опять же, вот есть такая долька импульсивности, которая может вами овладевать, можете рубить с горяча что-то, да, там, отношения с кем-то или, ну, какие-то моменты, из-за которых вы можете потом жалеть своей жизни, знаете, когда, там, сказала, не подумав, или, там, закончила с кем-то отношения, потом пожалела, ну, может быть, такое, может быть. Каким человеком вас видят в социуме? с чем это связано? Сейчас я посмотрю, но очень много боли, очень многое, возможно, теряли, возможно, сейчас, в данный период в своей жизни вы что-то потеряли, про что это? Десятка мечей, очень много страхов, очень много переживаний, слушайте, угрызения совести здесь могут быть, здесь может быть, ну, бессонные ночи, это панические атаки, психосоматика здесь может быть нарушена, почему? Ну, потому что здесь каким-то образом замешано то, что для вас очень ценно, это может быть семья, да, там, дети, взаимоотношения в семье, ну, вообще, конечно, семейный человек, и семья для вас играет огромную ценность. Дальше, это город, в котором вы живете, вполне возможно, что по этой карте вы мать-одиночка еще, да, или многих детей, или одного, но еще можете воспитывать ребенка одна, ну, так как меня смотрят многие, я буду освещать те моменты, которые ко мне идут, ну, из разных источников. Верховная жрица, не подпускайте к себе однозначно, ну, немножко такая закрытая от социума, и огромный на вас лежит груз. Груз этот, это жизненный опыт, который не позволяет вам, знаете, порхать и наслаждаться этой жизнью. Видите, у этой верховной жрицы крылышки-то каменные, смотрите, вы думаете, ей легко с этими крылышками, с этим грузом, который на ней, абсолютно нелегко. Так вот, это про то, что женщина, возможно, находится одна, все тянет на себе, и потенциал же здесь просто огромный, очень много активности, но все сама, 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 очень умная, кстати, очень умная, очень, знаете, женщина, которая все просчитывает еще, у которой все по полочкам, все налажено, и очень хозяйственная. Дети для вас очень важны, на самом деле, очень важны. Очень добрая, отзывчивая, женщина, которая, опять же, ну, здесь есть мужчина в вашей жизни? Потому что, скорее всего, нет, нет, вы одна, вы одна, и, ну, вот сейчас, как будто вами управляют ваши эмоции, ну, а эмоции все же негативного характера. есть ли в вашей жизни недоброжелатели? есть ли люди, которые желают вам зла? женщина? женщина. так, однозначно, это женщина, женщина, очень такой, я бы сказала, серьезный противник, женщина, которая может причинить очень больно, если она это захочет, очень резкая, и, знаете, женщина, которая как будто бы войны с вами хочет. Почему? Расскажите мне, почему? И здесь мне женщина показывает. Почему? Расскажите мне. Мужчина. Опять мужчина. Что мужчина этот? Из-за чего вам женщина желает зла? Опять мужчина. Мужчину не поделили? Так, вроде вы одна. Одна. вы как будто бы отвоевали мужчину. Мужчину очень ценного для нее. Это что? Это каким-то образом связано с любовным треугольником? Возможно, вы были просто тайной любовницей, о вас узнали. Ну, только почему мне не показывают тогда, что у вас этот мужчина? Что произошло? или, возможно, у вас есть этот мужчина? Расскажите мне. Этот мужчина, которого вы у нее убрали из жизни, там, отвоевали. какие у вас с ним сейчас отношения? А вы одна остались? Возможно, вы просто через кризис не прошли. Какой-то был момент, или он спился, и вы переживаете сейчас. У вас с ним отношения закончились на фоне или алкоголя, или просто какого-то кризиса, через который вы не смогли пройти? Хорошо, у меня вопрос. Вот эта вот женщина, она будет что-то делать, чтобы, там, причинить вам боль, зло? Что? Она будет каким-то образом действовать? И если будет, то что она будет делать? Вы знаете, нет, потому что, я могу так сказать, до вас, как бы, ей очень сложно добраться. Вы или у вас там защита хорошая, но ей как будто бы до вас не добраться. Но она действительно очень хочет, знаете, вот, вот что она хочет, чтобы все порушилось, чтобы все, короче, демоны вышли наружу и снесли вообще все нафиг вашей жизни. Но я не вижу, чтобы у нее получилось до вас добраться. опять же, королева вот эта вот кубков мне не очень нравится, потому что здесь может быть каким-то образом опой. Но, если вы знаете, про кого я говорю, сейчас я посмотрю, это королева кубков, про что? Да, может быть, с жидкостями, значит, осторожно, опять мне показывает. Кстати, в первом варианте, ну, что-то чуть-чуть у нас похожее было. С жидкостями будьте, будьте, пожалуйста, аккуратны. Потому что и здесь не показывают жидкость, и здесь, и здесь. Может пытаться заговаривать воду или что-то, да, но, да, нет, не получится все равно, не получится. Вас не пробить, я вижу. Может, вы ставили просто себе защиту. Если не ставили, то, пожалуйста, поставьте, и тогда это будет действительно не пробить. Ну, вот, такая у меня для вас информация. Кто выбрал третий вариант, напишите мне, пожалуйста, насколько соответствует действительности. Что там за ситуация с мужчиной, которого вы у нее из жизни счастливым образом убрали. Ну, мне вот показало именно это. Ладно, я вас благодарю за просмотр, а мы переходим к варианту под номером 4. Приветствую вас. Четвертый вариант. Буду сейчас на вас настраиваться, мне нужно чуть-чуть время. Ага. Ну, у меня по ощущениям, что вы человек трудоголик, во-первых, но я не могу сказать, что вы прям работа-дом, работа-дом. Нет, вы умеете как работать, так и отдыхать. Очень такой социально активный человек. каким вас видят в обществе. Какой вы человек для социума. Так, ну, во-первых, кто здесь передо мной? послушайте, могли недавно переехать куда-то или планируете куда-то переехать. Также вы можете сейчас находиться в дороге. Человек, который, знаете, очень тяжело ему далось принять это решение, но по-другому нельзя было. Там, откуда вы, или тот город, откуда вы сейчас переезжаете, там очень плохо сейчас, и поэтому вы вынуждены переехать. Ну, и вообще, если вас что-то не устраивает, то вы сами, значит, меняете свою реальность, вы сами управляете своей жизнью. Вам даются решения, ну, я не могу сказать, что легко, но вы тот человек, который умеет принимать решения и менять свою жизнь. Вы также, как я уже и сказала, можете находиться сейчас в поездке в какой-то, можете менять свою локацию, можете переезжать куда-то или же заканчивать отношения, которые больше уже вас никаким образом не устраивали, которые себя и жили, скажем так, или, возможно, была какая-то ситуация, в которой вы дальше не видели развития этих отношений, поэтому приняли решение уйти оттуда. Вот такая характеристика вас как человека. А, ну, еще здесь, конечно же, менталка вообще на шикарном уровне, отличные способности, отлично мозг работает и очень много знаний, начитанности, мудрости и, ну, очень такой, скажем так, широко развитая личность. Это у нас говорят карты о том, каким образом вас видят люди. Ну, во-первых, я могу сказать, что вы находитесь сейчас под влиянием, то есть какая-то ситуация в вашей жизни, которая, ну, которой вы не можете управлять, которую вы не можете контролировать, вы находитесь под влиянием каких-то обстоятельств в вашей жизни. И, возможно, кстати, под влиянием этих обстоятельств вы и меняете геолокацию. В принципе, опять же, вы человек, который, ну, никогда не стоит на месте и, знаете, у которого в течение жизни выработался определенная выработалась способность себя защищать, находиться в такой, знаете, броне. Это значит, что к себе близко не подпущу, если что-то меня не устраивает, я всегда оттуда уеду. Ну, и опять же, да, вы человек, который часто менял геолокацию в принципе по жизни. И очень у вас здорово развито мышление и активность. Вот, активность это точно про вас. На месте никогда не сидите. Что еще про вас думают люди? Ну, замечательно как. Пытаетесь все держать под контролем, пытаетесь многое захапать, скажем так, еще. Это все же у нас теневая сторона еще, мага. Когда пытаетесь все контролировать всех также. и еще также могу сказать, что вы для кого-то являетесь еще примером по жизни. То, как вы мыслите, как вы живете, какие решения принимаете, с какой скоростью двигаетесь. Ну, я имею ввиду, не стоите на месте, а всегда идете по ступенькам все выше, выше и выше. Ну, пытаетесь подчинить себе все четыре стихии. Ну, также, кстати, можете практиковать эзотерику. Вполне возможно, вас привлекают там вплоть до таро, да, почему бы и нет. Интересуетесь, по крайней мере. Ой, человек, который потерял очень много, очень много, и людей терял, и опять же, дом свой терял, переезд, опять, очень много переездов, очень много на эти ситуации, которые в вашей жизни повлияли на даже психику вашу. Это очень-очень тяжелые ситуации, это разрушение, это потеря, это крах, это... Да, вполне меня могут даже сейчас смотреть кто-то с Украины, это вполне вот ваша ситуация сейчас. Потеряли очень много, и в итоге там переехали куда-то, потому что там, где вы жили, все разрушено. Опять карта, которая говорит нам о поездках, о информации, кстати, вот ждите, очень скоро к вам какая-то информация должна прийти, но вы, в принципе, человек, который обладает огромным объемом информации. Ну, еще лично для меня, и у меня-то карта эта проигрывается, это когда человек рубит сгоряча на эмоциях, не обращая внимания на какие-то факты, которые, знаете, вот рубит сгоряча, а потом может жалеть насчет каких-то событий, которые произошли в жизни, да, там, или это может касаться человека в жизни, с которым вы там закончили отношения, или это может касаться, ну, каких-то решений, которые вы можете принимать сгоряча, ну, вообще, опять же, я вижу по всем картам, что если вас что-то не устраивает, вы вообще все это обрубите из своей жизни. Ну, вот такая ваша характеристика, чтобы вы понимали, ваш вариант не ваш. Теперь давайте смотреть, есть ли в вашей жизни какие-то недоброжелатели, есть ли люди, которые желают вам зла, если есть, то будем спрашивать потом почему. Но пока мне интересно, есть ли вообще кто-нибудь в жизни, который, ну, такой, знаете, сидит там себе и думает про вас всякое непонятное. Угу, рыцарь Пентакли, звезда, туз мечей. Слушайте, я не могу сказать, что есть какие-то недоброжелатели, нет, абсолютно. Я здесь могу сказать единственное, что то, как вы хотите, чтобы было, вам нужно немножко подождать. Я уверена в том, что вы получите то, что вы хотите. Вот, кстати, чего вот именно это касается? Ну, это, знаете, вернуть семью, это отношения, это чтобы ваша зона нахаты была абсолютно в нормальной позиции, чтобы ей было хорошо, чтобы ей было не тревожно. Вот, вы этого добьетесь, вы победите все обстоятельства, которые сложились в вашей жизни. Если это семья, то вы вернетесь в семью, в отношения. И любое ваше желание по звезде, которое вы себе загадали, оно у вас исполнится. Да, пока нету того, чего вы хотите, да, пока сложно, но потом-то у нас выпадает карта победы. Обязательно у вас это получится. Я точно могу сказать, что я не вижу здесь абсолютно никаких недоброжелателей в вашей жизни, поэтому расслабьтесь, успокойтесь и занимайтесь своей жизнью и вообще, в принципе, воплощайте абсолютно все задуманное, что вы хотите в своей жизни, чтобы осуществилось и все у вас получится. Давайте я спрошу, что вам нужно сделать для того, чтобы вы получили то, чего вы хотите. Ну, вот у нас тут выпадает. Во-первых, если с мужем вы сейчас разлучны, то подождите, пожалуйста, просто подождите. Это время, это медленная карта. И так, во-первых, будьте осторожны с информацией, которая к вам приходит. И здесь, знаете, что, такой момент, не ведитесь на фейки и будьте крайне осторожны с той информацией, которая к вам приходит, с сообщениями, которые у вас там есть в вашем телефоне. Вот в этом, вот с этим совсем будьте крайне и крайне аккуратны. У меня для вас на сегодня все, я с вами прощаюсь и до новых встреч, до новых раскладов. Редактор субтитров А.Семкин